Как получить доступ к научным статьям бесплатно? Первые выпуски научных журналов были опубликованы ещё в 1665 году, в которых говорилось, что похоже на Юпитере есть пятно, благодаря новым телескопам, изобретённым неким мистером Ньютоном, чей друг Галилей описал какую-то комету. Тот же журнал сообщил, что апельсины и лимоны могут вылечить цингу, и что-то в Корее вы может снизить жар. Также опубликовано письмо какого-то парня из колонии о запуске воздушного змея во время грозы и рассказ о замечательном 8-летнем музыканте по имени Амадей. И в прошлом столетии некоторые наброски структуры, некой молекулы, называемой ДНК. Журнал, который до сих пор публикуется, спустя 350 лет, доступен сейчас онлайн и в печати всего лишь за 6,666 доллара в год. Нетрудно догадаться, что высокая цена журналов оставляет врачей в развивающихся странах без актуальной информации о здоровье. Ещё в 90-х надеялись, что по крайней мере к 2004 году проблема доступа к жизненно важной научной информации будет решена. Но 2004 год пришёл и ушёл, оставив надежду на 2015 год. Конечно, к тому времени мы сможем получить информацию о здоровье для всех, поскольку недостаток доступа оставался основным препятствием. Только учёные в больших, хорошо финансируемых университетах развитого мира имеют полный доступ к опубликованным исследованиям. Но даже это может оказаться не так, потому что цены продолжают расти. Проблема очевидна, когда даже Гарвард с 30 миллиардами пожертвований заявляет, что затраты на научные журналы сегодня запретительны. Между тем, издатели журнала заколачивают миллиарды, взимая плату до 35 тысяч долларов в год за журнал. Использователи онлайн за каждую статью. У вас есть член семьи с диагнозом какой-то болезни, и вы выходите в интернет. Вы можете прочитать все виды интернет-мусора, но если вы хотите настоящую науку, это может быть дорого. И вы, вероятно, заплатили за исследования. Исследования финансируются из налогов, а вы не можете получить доступ к исследованиям, за которые вы заплатили. Это как если бы был построен городской парк, но какая-то частная фирма начала бы взимать плату за вход. Примерно так это работает с научными исследованиями. И это превращение общественных денег в частные публикации уже давно является источником недовольства. Издатели в конечном итоге не платят за исследования. Они получают их бесплатно, ничего не платят исследователям. Поэтому мы платим, а потом снова должны заплатить, если хотим прочитать. Таким образом, это может стать наукой как системой прибыли, а не наукой как знанием. Введите Александра Элбакян, прозванную Робином Гудом науки. Это история о том, как один исследователь сделал почти все научные статьи, доступными для всех в любой точке мира. Названная самым престижным научным журналом в мире, одной из десяти людей, которые в 2016 году имели наибольшее влияние в науке, Александра была разочарованным студентом в Казахстане, без доступа к документам, которые ей были нужны для ее исследований. Как только она выяснила, как обойти все платные доступы, она создала веб-сайт, теперь на skyhub.io, чтобы устранить все препятствия на пути науки, предоставляя бесплатную научную, медицинскую, литературу о питании со всего мира. То, что она сделала, просто удивительно, сказал один из исследователей. Отсутствие доступа к научной литературе – это огромная несправедливость, и она исправила ее одним махом. Субтитры создавал DimaTorzok